значит так первый еще раз пройдемся по SQL сервера какие-то если были проблемы с установкой то что объяснял закинул образ после образа ставите установку installation to start the installation process если на английском там будет ставишь ну там особо разницы нет нет особо отличия setup windows делайте новая установка изолированного экземпляра для добавления компонентов вот это вот и тогда у вас создается новый экземпляр можно теоретически создать несколько экземпляров но чтобы вам не путать лучше там держите один и проблема то что вот я вам специально выложу эту версию потому что есть у microsoft экспресс версия экспресс версия там только ядро базы данных и вы не сможете делать аналитическое только работа с революционными базами данных потом в последних версиях microsoft разделил на вот эти службы набрали портинг идет отдельно не входит ну если вам очень нужно но мы репортинг там тоже как бы такой курс есть и удобнее сейчас сделать все-таки в power bi поэтому как хранилище данных вы должны так построить именно на исходе а репортинг в принципе мы сделаем лучше наглядная визуализацию в power bi чтобы было чуть попроще потом далее менеджмент студия ставите тоже так еще я заметил там такая маленькая проблемка есть visual studio будет менеджмент студия 18 версия когда вы не можете видеть integration services они не отображаются вот более старой версии то есть который совпадает с и integration service тогда он появляется сейчас я вам покажу почему так происходит но главное что вы смотрите в компонентах в конфигурационном менеджменте все ли у вас работает если там какие-то неполадки значит нужно именно там решить проблему если у вас вдруг не работает и вот эти вот SQL server data tools нужно будет обязательно чтобы он у вас был если у вас visual studio до версии 2019 2016 15 16 17 обязательно создать tools нужен потому что хотя мы строим как бы SQL server но проект сам проект создать в SQL сервере нельзя он используется только в visual studio вот так вот Microsoft поделил увидеть можно когда вы уже разворачиваете тепло делаете нам появляются у вас среде разворачивать нельзя сожалению вот так вот сделано ну будем вот приспособляться так как именно реализованного microsoft а после этого если у вас возникают какие-то ошибки смотрите смотрите какие именно ошибки выходят сейчас далее шаги такие я добавил вот здесь у нас получается нужно чтобы было ядро обязательно вот это вот служба служба ядра subd потом служба анализы services обязательно следа не стоит то вы не сможете делать вот это вот она входит именно в установочный комплект не отдельно как репортинг а здесь именно далее там еще есть integration и потом вот это вот поле base там для java ну вот этим мы особо пользоваться не будем так что это не самое важное и data quality services тоже поставьте это получается работа с данными служба машинного обучения и расширения языка это такие нововведения в SQL сервере они нужны для того чтобы писать скрипт на питоне прям можно делать скрипт на питоне на арт и запускать его прям из запросов SQL сервера с одну query делайте туда прописывайте скрипт но предварительно активировав среду это если вы чуть увлекаетесь питоном или а видите даже так уже майкрософт расширил выделяете эти службы следующим шагом вот это вот определяется как они будут запускаться если вы вот эти вот отключите какие-то из служб если вы их отключаете у вас что-то не будет работать например ядро субады если вы отключаете ядро соответственно самый скольс сервера не работает вы пытаетесь подключиться к базе у вас ошибка будет красным выделяться анализы сервис из точно так же оно должно быть включено сдали покажу как именно смотреть integration services если ими пользуетесь то да тоже может быть мы их потом еще и рассмотрим потом вот эти компоненты тоже как бы важны обозреватели ской сервер браузер так называемый если он отключен бывало такое что вы не могли присоединить источник данных вот например когда вы будете базу данных многоносной который мы будем строить хранилище как adventure box нужно ее добавить панель запуска вот этот launchpad launchpad тоже кстати важный когда он не работал был канал не работал недавно не работал тоже какая-то и служб запускалась в общем вот этот launchpad которая летает он тоже должен быть включен так после этого вот этот поставьте режим на всякий случай смешанный режим аутентификации смешанный режим аутентификации он нужен для того чтобы мы вы могли активно заходить в ской сервер службу как под учетной записью windows а так и с помощью логина и пароля вы видите вот этот пароль до есть его записываете а не видите логина почему как думаете почему нет логина здесь такой вот интересный момент куда он делся логин это пользовательный секущий администратор администратор да когда вы через windows активизируете он вас там показывает например под домен компьютера имя компьютера под ним не терна ограничение доступа открыт на самом деле нет все просто вот он ваш логин так что если его забываете это тот самый с добавить текущего пользователя ставить вот например казну там имя пользу это домен как вот у меня был когда компьютер свой добавлял домен казнушный потом по имени пользователя это уже имя компьютера так вот здесь вот еще следующий важный шаг ставьте режим многомерных данных интеллектуального анализа данных вот этот вот эту вот строчечку иначе там при развертке тоже будут проблемы потому что мы будем пытаться строить и на многомерный анализ так то я потом вам пометил еще вот устанавливайте если нет менеджмент менеджмент просто как оболочка на показывает что есть что нет и дата тупс обязательно не забываем потом какие еще технические проблемы могут быть у вас и вот заходитесь сюда configuration так я хотел сказать configuration менеджер вот здесь вот вот они все ваши службы вот они должны быть включены вот такой статус зелененьким если нужно отключаете красненьким на стол ставить вот как я говорю вот он сквозь сервер основной вот этот launchpad сквозь аналисис браузер поле бейс в принципе тут не будет важно integration services которые у нас установлены и агенты сквозь сервера агент принципе он нам тут не нужен будет он нужен для того чтобы можно было задавать задачи обновления по расписанию как например имеется до большая база вот например в универе у нас нужно перекачать из одной база другую запустив там хранимые процедуры которые есть сквозь сервере как раз вот вы хранимые процедуры 3 ваша практическая чтобы вспомнили набили на них руку как вы должны их запускать например если у вас большие источники перегружать из другой но вы можете это запустить вручную или поставить из коль агента компьютер работает агент работает он это выполнить сам вот в определенное время если он активен на вашем сервере обычно серверная такая реализация так после этого у кого еще какие проблемы были можете сейчас сказать посмотрим по поводу аналитической службы можете проверить вас что работает что не работает сейчас а а а Как мне полностью удалить этот SQL-сервер с компьютера? Как полностью? Так. Продолжение следует. Так, вот здесь вот SQL-сервер, вот у нас идет Microsoft SQL-сервер 2017. Нет, именно там он удалил, мне там ничего не осталось, а сами папки у меня сохранились на диске. Так, вот тут вот не осталось, да, а папки хранятся вот здесь вот. Да, программ файл у меня остались, и я из-за этого не могу установить новую крышу. Microsoft SQL-сервер, вот этот, ну вы можете их удалить, вот эти вот папки, например, и потом почистить клинером, к примеру, сиклинером. Когда очистите, не должно быть проблем. Ну, в принципе, если вы их удалили оттуда, через диспетчер уже, вот отсюда, то вообще особо не должно быть проблем. Там осталась одна установка Microsoft SQL-сервер на английском языке, ну там 55 мегабайт, и она сама не удаляется там. Там предупреждение, удаление компонента невозможно, поскольку установлены следующие продукты, и там список. Можете сейчас экран показать, как раз, нет? Так, сейчас я... Можете расширить, что они не сделают. Демонстрацию включить. Угу. Сейчас посмотрим, как раз, какие папки там. Ну, я почему спрашиваю насчет SQL-сервера, потому что недавно там у бакалавров, например, тоже писали, там у кого-то еще ошибки выходили. То есть, там может быть большое количество, и надо каждую индивидуально смотреть. Ну, вот я вам про общие моменты рассказываю, какие могут наиболее часто встречаться. Вот видно, там... Вот самой установки нет, вот есть осталось на английском языке, и нужно удалить. Ее... Вот... Предупреждение выходит. А ты программ или остановить сначала службу? А все остановлены. Он замуж до всего работает, и поэтому не дают удалить. В чат отправил, это вот ошибка будет. Так, сейчас посмотрим. Предупреждение, удаление компонента поддержки программ установки Microsoft и скруцирования возможно, поскольку были установлены... А они у вас точно удалились? Я вот заходил в параметры приложения и удаление всех приложений. Их не там в списке вообще ничего не осталось, это сквейла, но папки сохранились. Может попробуйте папки удалить, и потом почистить клинером, как вариант. Но главное, что у вас основные компоненты удалились, да, получается. А когда вы новую установку ставите там, что происходит? Ну там некоторые устанавливают, а некоторые компоненты не будут ставить, говорит, что уже есть. Вообще, да. Вы одну и ту же версию или разные ставили, и после последней у вас вот остались. Нет, вот, которые вы из-за скидывали, это оттуда устанавливал. Да, и оттуда устанавливали, и что там не получилось что-то? Ну, первый раз у меня я установил, нормально работало. На диске C у меня, почему-то он занимает больше, чем... Надо он 40 гигабайт мне занял, почему-то. Вообще, да, там когда еще качаете компоненты вот эти вот, он подгружает из интернета R и Python. Как рекомендация, могу сказать, что вы их можете, ну так, не устанавливать сейчас, а добавить компоненты можно потом, в последующем. Так, что еще из презентации, сейчас вам покажу следующую. Следующую. Вот это у нас здесь, preparing data source, подготовка ваших источников данных. Мы будем использовать хранилище данных на основе SUBD, SQL Server, и в нем AdventureWorks, база данных AdventureWorks Data Warehouse 2019, 2017, ну 2016. В принципе, они очень похожи, и я вам рекомендую скачать, может быть, ту, которая подходит для вашей версии, так как выше версия может не подойти. Качаете backup, потом подключаетесь к источнику, к ядру. После этого делайте восстановление базы данных. Кликайте на restore option, переходите в расположение backup, и оттуда добавляете именно back. Когда добавите back, то, выполнив восстановление, у вас появятся два файла, mdf и ldf. Стандартно они хранятся здесь. Программ файл, Microsoft SQL Server, msql сервер, msql. Потом data. И вот здесь вот mdf и ldf, то есть первая сама база, вторая логи. Вот я тут поставил 2012 и 2017, две. Все нормально, их, когда поставите, они у вас появятся потом. То есть здесь вот еще подгружусь, например, базы данных. Здесь уже ваши таблицы находятся. Как хранилище данных могут интегрировать данные из разных. То есть можно добавить, догрузить данные в таблицу. Здесь стандартные наши операции. It extract, transform, load. Pull data out of various locations. Мы сначала извлекаем данные из различных источников. Change the data in some way. Мы преобразуем данные. И загружаем insert data into datavahouse. Добавляем данные в хранилище. Например, стандартная у нас схема базы данных, в которой у нас имеется таблица финансов. Fact tables, на основе которой будем строить в Adventure Vox. Fact finance. Таблица с датами. Dim date, в которой содержится измерение по датам. Dim account. Таблица аккаунтов. Групп департаментов. И организации. Например. То есть все они связаны по ключам и есть зависимость между ними. То есть связи. Из такой схемы можно построить хранилища. Типы таблиц. У нас есть, например, таблица с фактами, которая показывает измерение бизнес-процессов. И самая таблица измерений, по которой мы обычно фильтруем, группируем или сортируем данные. Filtering, grouping, sorting. Примеры. Таблица фактов, в которой отображают, например, денежные значения. То есть цена на что-то. Таблица измерений. У нас имеется измерение времени и расположения. То есть в какое время, в каком месте, что было продано, например. Здесь, когда мы создаем отображение, еще одним из популярных способов является создание отображений. Мы вытаскиваем данные из наших таблиц и преобразуем его в виртуальную таблицу. А в так называемой виртуальной таблице, уже когда мы делаем запрос к ней, то в первую очередь идет запрос к самим таблицам. А здесь только виртуальное отображение. Их можно удалять или скрывать. То есть они нужны для того, чтобы представлять только те данные, которые нас интересуют. Какой-то период времени. Например, с группировкой можно сделать уже. Когда мы группируем, то пытаемся собрать воедино, чтобы выявить какие-то признаки. Так. аналитические службы sql-сервера проблемы с реляционными запросами здесь могут быть такие структуры данных которые не очень подходят для бизнес-процесса инкосистент аппликейшенов бизнес про бизнес rules и требуется более сложные запросы это страх через альцин слова рву комплекс кэрис то есть более долгие сложные запросы для того чтобы получить какие-то агрегированные данные по различным измерениям то есть таким образом нам нужно прописывать больше из более сложные запросы а выгода словам запросов отдельные источники данных уменьшают собирая нас требует меньше содержания ресурсов набрать чем более разозненные более легкий доступ к историческим и к историческим данным easy access to historical data consistent application of business rules то есть они соответствуют бизнес правилу да это страх через взятым фасы simple queries более легкие быстрые запросы то есть про из по производительности у лап намного быстрее чем те выполнения тех же запросов с помощью реализационных баз данных то есть мы можем там получить но быстрее с помощью хранилищ хранилищах это выполняется эффективнее производительных как она была исторически например у нас есть источник данных наша база мы используем аналитические службы и также можем просматривать созданный куб либо в самом окне либо есть выгрузка в excel в котором уже по измерениям у нашим по горизонтали диагонали и более такие детализированные собранные агрегированные данные представлены в удобном для понимания виде и еще используется reporting services которые подключаются дата у нас data source аналитические интеграционный reporting service все воедино образует единую нашу бизнес информационную среду для отображения аналитических данных здесь интересным моментом можно выделить то что как бы пройдя все эти шаги мы можем представить как все это выглядит например чтобы упростить в новых реализациях от microsoft а как power bi аналитические то что процессы вот эти вот аналии которые происходят в анализе services довольно скрыты мы не смотрим их как они производят просто загружая источники данных и соединяя между собой мы получаем можно сказать аналогичные результаты и используя визуализацию reporting services то есть только тот же строим на лету наши визуальные отображения которые тоже очень быстро работают и они позволяют как сэкономить чуть-чуть время чем вот наши шаги но мы должны посмотреть как именно мы можем вообще сформировать хранилище данных для понимания еще есть как промежуточный дата март так называемые витрины данных как которых например в крупных корпорациях витрины данных служат отображением как информация каких-то сведениях именно в определенном для определенного департамента для определенной категории для того чтобы нам построить наш олап куб и выполнить какие-то операции нам нужно сначала построить модель измерений разработать измерения потом реализовать сам куб олап куб добавить туда вычислимые значения и также его ну в этих уже бизнес-процессах самих развертка на сервере то есть самые важные части с которыми мы будем работать у нас да это сорс источник данных да это сорсию отображение данных куб измерения и роли как возможности доступа к источникам здесь также важным моментом который больше из технической части как бы разрешение на доступ к данным когда мы строим олап куб либо добавляем измерения из источника данных происходит адресация к самим революционным базам данных самим с убд и в этот момент если отсутствует разрешение то может быть отказано в доступе и в этом случае мы не получим результата у нас выйдет ошибка так называемый пассажин молд эрош для этого нам нужно указать точно какие как с каким аккаунтом вы выполняете данную операцию а про может быть сервис аккаунт можно будет использовать инициалы текущего пользователя или наследования давайте посмотрим на аналитическую службу вот у нас есть таблица adventure box для этого house 2017 если все у вас работает вы создаете проект называемые аналитические службы проект многомерных данных интеллектуального анализа данных здесь у нас источники данных и в этом описании здесь у нас есть мы открываем сссд дата туз выбираем аналитические службы мать и думаешь на ума ним да это против то есть многомерные то что я сейчас выбрал выбираем расположение выбираем имя и после этого успешно создали здесь у нас нужно выбрать наш источник данных как мы подключили к нашей базе adventure box дтв house простую таблицу для того чтобы это выполнить вот здесь вот у нас есть так называемый визор волшебник для подключения источников данных welcome data source wizard page on data source wizard то есть он находится вот здесь источники данных создать источник данных мы можем создать на текущее соединение или новое соединение давайте выберем его так create a new source on existing connection выберем adventure box 2017 здесь я рекомендую использовать учетную запись службы во избежание как мы говорили ошибки с имперсоней шуму далее выбираем имя adventure box этого хал 2017 создали наш источник данных то есть данный шаг мы выполнили здесь соединение и если вы выбираете как у меня не новый выбрать создать здесь у вас выбирается имя сервера как раз выходит откуда вы будете получать данные если у вас подключено к сети обычно бывает что несколько выходят сетевых источников вот здесь от проверка подлинности скользь сервера либо windows или скользь сервера где имя пользователя наша са и пароль выбираем либо базы данных выполняем соединение если все нормально раньше проблем не должно быть вот у нас получилось но уже здесь один имеем значит можем работать с ним вот тест коннекшен сделали получили как я здесь говорили используя и выбирайте select the service account как мы сделали impersonation page и здесь завершаем зэн клик финиш что креет они у дэйта сорт далее мы нам нужно также создать отображение здесь используем new data source view вот его выбираем представление источников данных ну если там с этим с терминами английском на русском путаница то можете даже не за поставить английский ну принципе особо не должно быть похоже и выбираете например вот этот наш источник данных как здесь говорится далее нам нужно выбрать уже таблицы которые мы будем отображать переходим хорошо выбираем таблицы здесь гаде нам предлагаются такие наиболее важные таблицы по которым будем строить дим кастомар дим дэйт джо графе продакт дим кастомар добавляем дим дэйт добавляем дим джо графе добавляем дим продакт добавляем и также факт интернет сейлс типические продажи через интернет окей добавили далее переходим на следующую страницу здесь задаем имя для отображения отлично у нас уже есть наше отображение вот мы видим сразу же появились связи между таблицами он давайте посмотрим проект интернет сейлс вот по продакт ки например продакт и здесь продакт и вот эта таблица у нас основная главная видите здесь большое число наших полей столбцов которые записаны информация а это а здесь например у нас идет джо графики здесь идея джо графики так после этого у нас мы добавили и и и и Можем создать также связи между таблицами здесь же. Мы хотим создать новую диаграмму. Так. Следующий момент. Здесь нам предлагают чуть-чуть изменить название таблицы. И предлогат просто изменить на факт интернет-сales на интернет-сales. Friendly name. Вот оно. Первое у нас такими стали. И также, например, предлагают убрать DIMM с других приставов. Надеюсь, где продакт был DIMM. ДИНАМИ. 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 данных создать схему представления данных и выбрать те таблицы по которым будем строить нашу лапку бы так следующее например развертка лап куба давайте попробуем выполнить нам предлагают поработать с измерениями right click dimensions и создание новое измерение здесь dimension с измерениями создать измерения далее тут у нас предлагают выбрать вот такие вот атрибуты динамичным динамичным attributes, so we have date key для date full date alternate key так, добавляем alternate key English month's name English month's name calendar quarter calendar year, calendar year, calendar year, calendar semester ok и теперь теперь нам предлагают немножко поработать с типами данных получается тип атрибута для фуд это альтернает киев здесь он дает альтернат киев правильно так и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы выбираем один только... Ключевой атрибут у нас здесь... Остальные не ключевые... Их не нужно выбирать... Так, главная таблица date... Ключевого... Теперь выбираем, которые нам нужны... Full date English month name... English month name... Calendar quarter... Calendar year... Calendar semester... Вот их выбрали... Теперь здесь предлагается сделать из... Full date alternative key... Из регулярного представить дату... Из обычного... Так... Так... У нас... Date calendar day data... Календарь... Дата... Хорошо... Теперь для month name... Изменить на month... Дата... Календарь... Месяц... Для... Quarter... Так... Для... Ну вот здесь... Дальше... Дата... Календарь... Так... Квартал... Для... Квартал... Для... Года... Год... Для... Семестра... Получается... Семестра... У нас был... Полугодия... Год... Полугодия... Далее переходим на следующее измерение... Создали измерение date... Вот оно у нас... Вот оно у нас появилось... Сохраним... И теперь... На куб... На измерение куба... Так... Так... Используем существующие таблицы... Тон... Так... 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 Теперь у нас как Internet Sales, как Measure Group, измерение групп. А для измерения мы должны выбрать вот это, следующее. Измерение мы выбираем для таких как Promotion Key, Current Key, Sales Territory Key, and Revision Number. Так. Продолжение следует. теперь у нас еще из измерения select select new dimensions page выбираем кастома географии продакт кастома географии продакт вот такие вот и убираем интернет sales потому что они у нас уже в группе мы мир так вот у нас появились географики и кастомарки здесь взаимосвязаны поэтому тоже появляются здесь у нас продать ки так как здесь он есть продаке и дата дает у нас так далее здесь добавление новых атрибутов и после этого развертка куба эти операции я вам предлагаю сделать потом далее самостоятельно у себя посмотреть как получится после этого мы будем делать сюда нажимать и обработку выполнять развертывание тогда уже будет подключаться к источникам данных скажем на такой небольшой пример что попробуйте сейчас у себя запустить у меня Продолжение следует...